Шалом, уважаемые едоки из Израиля! У меня в руках кошерное оливковое масло первого холодного отжима! Это масло мы купили в соседнем супермаркете, и стоит оно 14 шекелей 90 огородов. Вообще-то это считается довольно дешево, то есть мы урвали прям по хорошей цене. А масло это стопроцентное, оливковое. Но вы, ребят, будете смеяться. Я в Израиле купила это масло, оно считается дешевым. Но приехало оно, знаете, откуда? Написано made in Spain, ну то есть из Испании. Это масло приехало в Израиль из Испании, а еще на него поставили печать кашрута. Ну то есть оно еще считается и кошерным, это просто сумасшествие двойное. Но нам нужно попробовать это масло и узнать, понравится ли оно нам на вкус. Вроде дешевое, но вроде 100% оливковое. Интересно же, давайте пробовать. Так, смотрите, можете посмотреть сзади. На иврите написано, что оно хорошее, в смысле 100% и, в общем, сами разберетесь, никакого холестерина там, наверное. Да, все замечательно. Так, давайте посмотрим. Кстати, упаковка, что классненько, пластиковая, не стеклянная. То есть, если вы уроните, то не разобьется. Это очень хорошо. Так, открываем. Что-то не открывается. Какая-то тут хитрость, наверное. Крутится, но не открывается. Что же делать? А, блин. Все. Все оказалось порвало. Надо просто придержать низ и покрутить сверху. Вот. Так, разобрались. Теперь вот эта пимпочка. Очень сложно. Участливо у вас рвется, да? У вас рвутся вот эти колечки, рассказывайте. Рвались хотя бы в жизни. У меня постоянно рвутся эти колечки. Бесят дико. Поэтому я научилась так открывать. Смотрите, засовываем палец. Вот так вот. Лайфхак называется местный. И большим пальцем сюда упираемся. И такие резко. Ну вот, вышло, короче. Но редко получается. Иногда отрывается. Ой, повезло. Так, отрываем штучку. О-о-о, и запахло чем-то таким свежестью, листиками. Держу прям как бутылку вина. Это же масло. Ммм. Странный такой терпкий запах. Так, давайте его попробуем. Сначала берем ложку. И, как деловые свинки, нальем себе немножко маслица. Вот такие золотистые. Ой, какое оно золотистое. Оно более даже имеет какой-то цвет, чем подсолнечное. Да? Смотрите. Пахнет терпкой зеленью. Ммм. Ой. Немножко такое, знаете, с горчинкой, в общем. Оливковое масло, оно такое. Имейте в виду. Оно не просто масло. Оно такое. Немножко его выпила. И такой сразу. Ммм. О-о-о. Не, ну просто так не очень вкусно. На самом деле. Надо в салат добавить. Потому что это же не есть надо. Это же надо заправлять салат. Вот так вот заправили, заправили. Тран-татам. Еще даже немножко давайте добавим, чтобы было повкуснее. Вот так вот. И сюда тоже нальем. Видите, какой у меня модный салат. Один такой крупный порезкий, а другой мелкий. Кто как предпочитает. Так. И давайте размешаем салатик наш. Это мой вообще-то. Давай свой ешь. Ну твой как-то более эстетичный. Нет, давай свой ешь. Ну ладно, я помешаю твой, а попробую свой. Ну так типа вот. Красивый такой салат. Вы поняли, да? У нас в доме все делит. Так вот четко. Теперь тустори, что называется. Берем реальный салат. Ожидание и реальность. Какой салат едят нормальные люди за кадром. Так. Короче, перемешали все. И давайте попробуем. Ой, как вкусненько. Не забудьте посолить салат. Потому что масло, оно такое, ну оливка настоящая. Она горчит, понимаете? Ей положено так. Она такая немножко горькая. Поэтому, если вы посолите салат, вместе получается просто. Как вкусненько. Прям как будто еще привкус базилика. Знаете, такая трава есть. Вот как будто бы, ну ее же тут нет. Нет. Но привкус есть. Ммм. Классное масло. Ладно. Раскрою секрет. Я его не первый раз пробую. Это уже вторая банка. У меня хорошие актерские способности. Правда, вторая банка. Мы его покупаем, потому что оно тут самое дешевое. Но и оно вкусное. И рекомендуем вам тоже попробовать. Самое смешное, что везде в Израиле оливки эти на каждом шагу растут. А я-то из Испании приехала. Привозят из Испании. Потому что в Испании дешевле делать масло, чем тут, видимо. Прикиньте. Вот так интересно. Так что попробуйте. Если вы живете в Испании, то уж обязательно. Ну и в Израиле тоже. Оно тут дешевое и хорошее. Жду ваши комментарии. Расскажите, каким маслом последний раз вы заправляли ваш салатик. Прямо напишите в подробностях, что это было за масло. Как оно называлось. Сколько стоило желательно. Все. Подробностях рассказывайте. Еще увидимся на канале Едоги. Приятного аппетита.